В 1962 году УПА было преобразовано в Национальный фронт возрождения Анголы — ФНЛА. Лидер движения Холден Роберто заручился поддержкой Центрального разведывательного управления США. Холден Альвара Роберто, 1923-2007. Ангольский политик, создатель Союза народов Анголы — УПА и глава Национального фронта освобождения Анголы — ФНЛА. В разные годы опирался на поддержку различных прозападных внешних сил, исповедовал правые взгляды. Американцы пришли в регион, чтобы предупредить развитие социалистического движения МПЛА. На защиту дела свободы. Чтобы осознание необходимости. К тому времени идеи марксизма уже стали популярными на юге Африки, а СССР, Куба и ряд других социалистических стран оказывали масштабную помощь ангольским повстанцам МПЛА. Сотни ангольских партизан прошли подготовку в тренировочных лагерях на территории стран Варшавского договора. Не последнюю роль в признании движения сыграла личность его руководителя Агастинь Янета. К середине 60-х его имя было уже широко известно за рубежом. Агастинь Янета прославился своей антиколониальной деятельностью еще в годы студенчества, но гораздо большую популярность ему принес поэтический дар. Романтичный герой антиколониальной борьбы Агастинь Янета сумел привлечь к себе и своему движению внимание и ангольских крестьян, и европейской интеллигенции. Антонио Агастинь Янета. 1922-1979. Ангольский государственный деятель. Первый президент Народной Республики Ангола. Председатель Народного движения за освобождение Анголы МПЛА. Поэт. Во время народно-освободительной борьбы несколько раз находился в заключении в португальских тюрьмах, откуда бежал. Марксист. Тем временем в Анголе появилась третья и наиболее радикальная сила. Из националистически настроенных членов УПА и ФНЛА Жонас Савимби создал на юге страны Национальный союз за полное освобождение – УНИТА. Опираясь на противоречия, возникшие в то время между СССР и Китаем, в своей борьбе Савимби заручился финансовой поддержкой Пекина. Жонас Малееру Савимби. 1934-2002 годы. Ангольский политический и военный деятель. Основатель союза за полную независимость Анголы. УНИТА. Националист и радикал. В разные годы сотрудничал с Китаем, Португалией, США, Заиром ЮАР. В течение более чем 40 лет воевал с целью захватить абсолютную власть в Анголе. Усложняло положение португальцев и то, что колониальную войну приходилось вести сразу на нескольких фронтах. В Мозамбике отправной точкой для начала открытой вооруженной борьбы стал так называемый случай в Муэду. Власти этого города, стоящего на землях племени Маконде, славились своей жестокостью. Деятельность местного губернатора несколько раз вызывала народные бунты. Когда ситуация грозила окончательно выйти из-под контроля, португальская администрация пригласила представителей Маконде якобы для обсуждения накопившихся проблем. Прибывшие в Муэду старейшины племени были арестованы. Манифестация в поддержку заключенных вылилась в массовые беспорядки. При подавлении бунта специальной части убили около 600 человек из племени Маконде. Оставшиеся в живых были вынуждены бежать в соседнюю Танзанию. Там при поддержке местного руководства и кенийских военных был основан Мозамбикский национальный союз, внутри которого к июню 1962 года сформировалось социалистическое движение «Фрелимо». Первым успехом повстанцев стала атака 25 сентября 1964 года укрепленного полицейского поста в местечке Шаи. Группа партизан захватила здание гарнизона и тюрьмы и освободила содержащихся там заключенных. Используя тактику малых групп и совершая точечные удары по полицейским постам и армейским укреплениям, фронт смог добиться значительных успехов. К 1967 году под контролем социалистов была уже одна пятая территория Мозамбика. Из партизанской группы в несколько сот человек за пять лет «Фрелимо» превратился в десятитысячную армию освобождения. Основной целью социалистов из «Фрелимо» стал срыв намеченного португальцами строительства крупнейшей в Африке дамбы Кабора Баса. Колониальное правительство рассчитывало, что на осушенных территориях будет размещено до миллиона европейских колонистов. Если бы этот план удался, освободительное движение в Мозамбике было бы сорвано. Португальцы сформировали специальную группу охраны Кабора Баса в три тысячи солдат и превратили позиции вокруг территории строительства в неприступную крепость. Полотину окружили три линии окопов, специальные укрепления и минные поля, на которых было установлено свыше миллиона мин. Помимо регулярных частей, Кабора Баса охранялась отрядами наемников. Понимая, что открытый штурм подобной крепости невозможен, «Фрелимо» стал последовательно осуществлять диверсионную работу в зоне строительства. К 1970-му проект Кабора Баса был окончательно сорван. План «Партизан» сработал. Несмотря на поражение при Кабора Баса, португальское правительство не собиралось уступать. Количество колониальных войск в Мозамбике с 16 тысяч было увеличено до 60. В марте 1970 года командование контингентом принял бригадный генерал Де Ариага. Генерал рассчитывал отрезать партизан от линий поставок оружия и боеприпасов из Танзании. План Де Ариаги, названный «Гордиев узел», вошел в историю как одна из самых кровавых операций колониальных армий. За семь месяцев было уничтожено свыше 60 приграничных баз повстанцев вместе с соседними деревнями. Уникальным изобретением Де Ариаги стали специальные подразделения из бронетехники и бульдозеров. Они сравнивали с землей целые деревни, уничтожали поля и дороги. Опустевшую территорию в течение нескольких следующих лет должны были заполнить колонисты из Европы. И все же с боями остатки партизанских сил Фрелима смогли вырваться из Гордиева узла в южную часть страны. В 1972-м ими была полностью захвачена провинция Манника. В результате ряда дерзких операций повстанцы также получили контроль над важнейшей транспортной артерией региона – железной дорогой из портового города Бейра в провинцию Тетэ. Не последнюю роль в успехе Фрелима играла помощь местного населения. Чтобы уравнять силы, португальская администрация все чаще обращалась к помощи иностранных наемников. ЮАР и Родезия поддерживали режимы в соседних странах вплоть до ввода своих регулярных частей. Под предлогом охраны своих границ и защиты белого населения, родезийцы воевали в Мозамбике, а армейские части ЮАР вошли в Анголу. Чтобы затруднить скрытое передвижение партизанских отрядов, на леса, вдоль дорог и вокруг стратегически важных объектов в португальских колониях, южноафриканской и родезийской авиацией распылялись гербициды. Однако к лету 1973 года марксисты из МПЛА контролировали уже более трети территории Анголы. Лидер МПЛА Агастин Янета начал среди партизан кампанию под названием «Вглубь страны». Теперь партизаны должны были не только сражаться с колонизаторами, но и активно помогать местному населению, организовывать школы, больницы. Тактика принесла успех. Идею общей борьбы против империалистов поддерживало решительное большинство населения. Моральный дух солдат португальской армии напротив падал. Армейские операции все чаще носили откровенно карательный характер. В начале 70-х на юге Африки велась масштабная информационно-идеологическая борьба. Колонизаторы по радио транслировали оптимистичные репортажи из жизни специально созданных так называемых «мирных деревень». В ответ марксисты из МПЛА, учитывая неграмотность большинства ангольцев, продвигали свои идеи, обучая местное население патриотическим песням. В отличие от консерваторов из ФНЛА и националистов из УНИТА, социалистическое движение МПЛА изначально позиционировало себя как объединение всех народов и племен Анголы. Поставленная Агастиньянета задача по объединению армии и народа была реализована. Португалия, пытаясь удержать под властью колонии, выдыхалась. Надвигающийся экономический коллапс и неудачи во внешней политике подтолкнули прогрессивные силы в португальском обществе к решительным действиям. 25 апреля 1974 года в Лиссабоне произошел бескровный военный переворот, получивший название «Революция Гвоздик». Его возглавил майор Отеллу де Карвалью. К вечеру того же дня правительство пало. К власти пришел военный совет. Узнав о перевороте, жители Лиссабона вышли на улицы. Митинги и собрания в поддержку революции проходили на всех площадях города. По легенде, несколько отрядов, брошенных для разгона манифестантов, были встречены с женщинами с гвоздиками. В истории это был, наверное, единственный случай, когда цветы оказались сильнее оружия. Сигналом к началу подготовительного этапа операции «Революция Гвоздик» стала трансляция ночью 24 апреля 1974 года португальской композиции номинанта на конкурсе Евровидения «Песни после прощания». Командой к восстанию послужила песня композитора Жозе Афонсу «Моя смуглянка». Падение португальской диктатуры открыло для африканских колоний путь к независимости. Вместе с другими свободу получила и возглавленная поэтом-романтиком Агастинья Нетта Ангола. Став первым президентом Ангольской республики, Нетта значительно увеличил контакты с Советским Союзом, начал ряд социальных и экономических реформ. Однако смерть в результате тяжелой болезни не дала воплотить планы поэта-президента. К тому же победа над португальскими колонизаторами не принесла южноафриканскому региону долгожданного мира. Племенные противоречия и вмешательства со стороны других государств обусловили развязывание теперь уже гражданских войн. Горячие точки продолжали пылать на африканском континенте еще более двух десятилетий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова